Здравствуйте! Приветствую вас на канале Цветочная Фея Омск. Сегодня я хочу поговорить о размножении бегуней фрагментом листа. Первое, хотела бы ответить на вопрос, который мне задали, почему именно мой канал называется Цветочная Фея. Ответ простой. Так уже лет пять меня, наверное, называют муж, сын и дочка. Вот, поэтому и назвали так канал. Долго не думали. Итак, размножение фрагментом листа бегуней тоже снято очень много видео, но все равно как бы просят, ну, лично как это делаю я, вот, чтобы я сняла. Итак, вот я нарезала листья, вот у меня тудея, сальса, ежевика, сорт. Вот он в воде у меня находился, потому что пришел он в посылочки, потерял турбур. И, чтобы он набрался и стал опять твердым, я его поместила в емкость с водой. Итак, обязательно освежаем срез черенка. Таким вот образом я использую канцелярский нож, удобный, либо вот такие вот ножнички. Вот. И разделяю его на фрагменты. Вот таким вот образом делю, чтобы было жилки. Я предпочитаю, чтобы было две жилки, то есть этого достаточно. Если больше, то это потом лезут, неудобно потом детке отделять. Вот таким вот образом, то есть вот здесь вот я вот так повыше. Вот. Таким вот образом я делю этот лист. Вот. Ну и вот можно тут последнее, в принципе, взять. Вот так вот. И оставить чуть-чуть, чтобы на черенке оставалось. Вот. Ну, таким вот образом у нас получилось вот столько частей. Грунт для укоренения видео я уже снимала, какой я использую. Вот. Берем стаканчик, насыпаем грунт. Обязательно название наклеиваем, потому что потом, когда детки начинают расти, очень трудно определить растения, они все зеленые. И очень трудно определить сорт долгое время. Вот таким вот образом. Ничего не утрамбовывая, чтобы грунт был воздушным. И вот таким вот образом укореняем мы фрагменты наши. То есть, вот я их вот так вот кладу под углом, примерно 45 градусов. Чуть-чуть сдвигаю на них грунт. Емкости я использую вот такие вот ящики. Мне очень понравилось использовать. Вот как теплицы. Вот таким вот образом помещаем мы в теплицу наши фрагменты. Вот. Ну, в принципе, вот здесь уже есть у нас готовые, которые я уже нарезала и поставила. Вот. То есть, вот так вот это все выглядит. Эти я нарезала вчера. Вот. То есть, здесь уже появился у нас конденсат. Грунт на влагоемкость я проверила. Вот. После этого, когда мы все составили, мы закрываем ящик, ставим его под свет и про ящик забываем. Изредка можно, в принципе, дня через три проверить. Если у нас грунт посерел, посветлел, то значит, ну, слишком влага ушла. И, в принципе, можно немножечко вот так вот добавить. Вот по краешочку. Прям буквально чуть-чуть добавить воды. Вот. Ну и все, в принципе, больше полива она не требует. Там конденсат, то есть внутренний микроклимат вот образуется. Вот. Поэтому ухода, в принципе, никакого нет. После того, как я укоренила, все сделала, поставила ящик, то есть я ставлю и забываю про него. Вот. То есть вот так вот у меня под свет. Таким образом я укореняю фрагменты листа. Ну, в принципе, все. Трудностей здесь никаких нету. Вот. То есть если будут какие-то вопросы, как я там деток отделяю, пересаживаю, либо какой я грунт использую после того, как у нас появляются детки. То есть это разные грунты. Этот грунт я уже говорила, что использую только для укоренения. Для рассаживания деток я использую уже совершенно другой грунт. Вот. Поэтому, если интересно, пишите, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, я обязательно отвечу. До свидания.